Грязный воздух и помощь мигрантам Расул Кушербаев и притеснение женщин Рост зарплат, угрозы квадроберам и замыслы талибов Всем привет, я Данил Листвин Это итоги недели на ново24 Поехали Зарплаты выросли, заявило агентство статистики Среднеузбекистанец по официальным данным зарабатывает 5 миллионов 151 тысячу сумм в месяц Это 400 долларов Годом ранее показатель составлял 4 миллиона 424 тысячи суммов Самые низкие и средние зарплаты ниже 4 миллионов суммов наблюдаются в Сухандарье, Кашкадарье, Наманганской, Ферганской и Джазакской областях Наибольший показатель в Ташкенте 8 миллионов 683 тысячи суммов Это почти на 70% больше, чем в среднем по стране Причем в Ташкенте сохраняется и самый быстрый рост зарплат 20% с начала года Самой высокооплачиваемой сферой остается банковский и финансовый сектор 14,5 миллионов суммов Далее идет сфера информации и связи Почти 13 миллионов Меньше всего стабильно получают учителя, врачи и социальные работники Около 3,5 миллионов суммов в месяц В 4 раза меньше среднего банкира Каждый второй узбекистанец умирает от проблем с сердцем и сосудами С начала года умерла 131 тысяча человек Чаще умирают мужчины 72 тысячи против 59 57% скончались от болезней систем кровообращения Почти 10% приходится на раковые заболевания 6,5% от болезней органов дыхания Чаще всего узбекистанцы умирают в разгар жары в июле и августе С октября прошлого года население прибавилось на 755 тысяч человек Городского и сельского населения почти поровну Средний возраст мужчины 28,5 лет Женщины немного старше, ровно 30 лет На этой неделе отличился Расул Кушербаев Бывший депутат, а ныне советник министра экологии Указал женщинам на их место Госслужащий, или скорее сказать блогер Считает, что женщинам нельзя доверять роль главы семьи Они должны быть покорными женами и заботливыми матерями Иначе мужчины превратятся в тряпки А дети забудут, что они дети Отчего родители окажутся в доме престарелых И вообще он плевал на гендерное равенство Так как оно разрушает семьи Такие специфичные идеи привели к обвинениям в сторону Кушербаева В пропаганде дискриминации по половому признаку Это административная статья Советник министра экологии ответил на возмущение Мол, готов штрафы платить, но от своих убеждений не откажусь Кушербаев часто высказывает резкое мнение Которое коррелирует с мнением этакого большинства Как раз по типу Тряпкой быть нельзя Жену на кухню Должна посуду мыть Да подушки шить Мандат депутата его еще как-то сдерживал Но на должности советника министра экологии Его идеи стали даже не спорными А странными До семи лет тюрьмы за рыбалку Сенаторы одобрили ужесточение наказания за причинение вреда природе Законодатели отметили, что браконьеры пользуются действующими нормами с мягкими наказаниями Из-за чего цели всегда оправдывают риски В два раза повышаются административные штрафы за нарушение правил использования животного мира За незаконную охоту или рыбалку с применением электрического оборудования Взрывчатых химических веществ или биологических препаратов Грозит штраф до 600 БРВ Ограничение свободы до 5 лет Или лишение свободы до 7 лет За уничтожение или отравление деревьев и растений При строительных работах Грозит штраф до 50 БРВ для граждан И до 75 БРВ для должностных лиц За препятствование работы инспекторов экологии Грозит штраф до 10 БРВ Обычным гражданам И до 30 БРВ для должностных лиц Также поправки внесут уточнение в законы по охотничьему оружию и рыболовным снастям Молодежь против мусора Активисты вышли на ночную уборку по улицам Ташкенты За проявленную инициативу при службах Экемиата выразила большое спасибо активистам проекта Пио Дачи И всей молодежи, которая чувствует личную ответственность за благоустройство в городе Ребята безвозмездно делают город чище, убирая мусор за неряшливыми согражданами Хочется, чтобы они получили нечто большее, чем спасибо Проявление внимания от самого Экемиата города может от Министерства экологии Гражданское общество, активизм и популяризация их дела – это здорово Названа дата первой переписи населения Ее проведут с 15 июля по 21 августа 2026 года Планируется отказаться от бумажного метода в пользу электронного формата Через специальные планшеты Необходимое оборудование закупят за счет Всемирного банка Чиновники должны до 1 июля 2025 года завершить работу по установке указателей улиц в населенных пунктах И определению нумерации домов и дворов Это будет первая перепись за период независимости В последний раз она проводилась в 1989 году Планировалось провести ее в 2022 году, но тогда в дело вмешалась пандемия коронавируса По оценке агентства статистики весь процесс потребует около 800 миллиардов сумм Житель Джизака взял кредит на 2 миллиарда и спрятался в доме тесте 36-летний мужчина обратился в коммерческий банк за кредитом на покупку больше 1000 голов крупного рогатого скота На эту цель ему дали 2 миллиарда 150 миллионов сумм После получения денег мужчина пропал Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хищении в особо крупном размере По которой грозит до 10 лет тюрьмы Мужчина с двумя миллиардами на руках спрятался в подвале тестя Там его и застали представители закона Сардарье школьницы избили учительницу И не только Инцидент произошел в школе номер 2 Девочек сестер назначили дежурными Но они бездельничали в коридоре Это заметила медсестра и сделала им замечание Из-за чего школьницы на нее набросились Свидетельницей ситуации стала учительница физкультуры Которая попыталась разнять драку Но в итоге была повержена агрессивными школьницами Но и на этом еще не все В школу вызвали мать дебоширок Та вместо извинений и исправления ситуации сама закатила скандал Выясняя отношения с сотрудниками школы на глазах других учеников В итоге дело дошло до суда Агрессивную мать не менее агрессивных детей Оштрафовали на 750 тысяч сумм Талибы снизили площади для узбекских владителей Договоренность удалось достичь в рамках переговоров Министерства транспорта Узбекистана С официально непризнанными властями Исламского Эмирата Ранее афганцы трясли с обычных водителей из Узбекистана По 12 тысяч афгане Примерно 182 доллара За проезд по мосту дружбы через Амударью Едва ли там собирается много желающих туристов Но тем не менее Другое дело грузовые машины Последнее время торговые отношения углубляются И если раньше водителям приходилось платить 76 долларов То сейчас всего 53 Самый странный случай этой недели Голый мужчина оказался на блоке кондиционера На седьмом этаже Инцидент произошел в Ташкенте Около Куилюка Естественно первое о чем подумали очевидцы Что мужчина был у любовницы И таким образом скрывался от неожиданно вернувшегося мужа Реальность оказалась не такой задорной Мужчина имеет психические заболевания Он был дома один и решил выйти из дома через окно восьмого этажа И чудом устоял на блоке кондиционера этажом ниже До прихода спасателей Те вытащили мужчину из затруднительной ситуации И отвезли его в ПНД МВД снова пригрозило штрафовать и арестовывать квадроберов Ну а кого же еще? Другие проблемы в стране закончились Да и надо признать квадроберы тоже закончились Официально выявлено всего два случая с детьми С их родителями проведена профилактическая беседа Зашуганные любители квадробики видимо развлекаются на кухне Никак не на улице Причем МВД обратилось не только гражданам, но и гостям республики Посол понятен Людям-животным тут не рады Совершеннолетним квадроберам грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство Родителям детей, страдающим квадробикой, штрафы до 3 миллионов сумм Уделяйте пристальное внимание личной безопасности И безопасности окружающих, особенно детей Заключили в МВД Названа дата появления первых платных парковок в Ташкенте Шавкат Умурзаков подписал решение, по которому будет создано более 13 тысяч парковочных мест Первые появятся 15 марта 2025 года Вторая и третья части 1 июня и 31 августа Всего администрация города планирует организовать 84 тысячи платных парковочных мест Разбор платных парковок можете посмотреть в отдельном видео В указе Хакима фигурируют сотни криво написанных координат улиц Мы их расшифровали На первом этапе платные парковки появятся во всех районах Но преимущественно в центре города Организацией парковок займутся частные лица, которые получат зоны в 10-летнюю аренду В России предложили приравнять детей-мигрантов к детям с ограниченными возможностями Звучит как дурная издевка, но на самом деле предложение интересное Его озвучил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области По его мнению, дети-мигрантов требуют особых условий и специального подхода в учебе Из-за чего для них нужно создавать классы поменьше, ну и доплачивать учителям Так как преподавать детям, которые плохо или вовсе не знают русский, тяжело Шавкат Мерзиёев высказался о языковом вопросе По случаю Дня узбекского языка, 21 октября, президент опубликовал поздравления И затронул языковую политику в стране Государственный язык должен служить сплочению граждан в единый народ Независимо от их языка и национальности По мнению Шавката Мерзиёева, в этом тонком и чувствительном вопросе Необходимо действовать дальновидно, сдержанно и без лишних эмоций Проявляя высокую культуру и взаимопонимание Предстоит большая работа по повышению статуса и престижа узбекского языка Качество образования, широкому внедрению узбекского в литературе, интернете, программах и приложениях Созданию пособий для самостоятельного изучения языка Словом, придется сделать все, чтобы люди сами тянулись к изучению государственного языка Кроме всего этого, названа дата внедрения надбавок для учителей узбекского языка Преподаватели начнут получать дополнительные 50% от оклада с 1 января 2025 года Приняты новые меры поддержки мигрантов Президент подписал указ о реформировании системы управления миграционными процессами Создается новое миграционное агентство при кабинете министров При агентстве будет создан миграционный фонд Мигранты смогут получить микрокредиты до 10 миллионов на двухлетний срок А также бесплатную медицинскую помощь при отсутствии медстраховки И консультацию по оформлению документов Агентство продолжит заниматься организованной отправкой мигрантов С 1 ноября вакансии от иностранных работодателей будут размещены в открытом доступе На сайте агентства Желающие смогут опубликовать свое резюме И участвовать в конкурсе по трудоустройству С 1 декабря агентство начнет размещать заказы на обучение профессиям И иностранным языкам в образовательных учреждениях Чтобы мигранты могли повысить свою квалификацию перед отправкой на заработки Крупные изменения ждут в целом систему найма До 1 января 2026 года агентство миграции будет поэтапно передавать все свои функции По организации отбора, отправке и трудоустройству мигрантов за границей В руки частных агентств занятости Это создает некоторые риски мошенничества Но частники смогут проделать работу более эффективно Также снижается сумма резервных средств Необходимых для получения лицензий частного агентства занятости С 8,5 тысяч БРВ до 4 тысяч БРВ Подведем небольшой итог Мигрант сможет найти вакансию, получить дешевый микрокредит Повысить квалификацию и знание языка Организованно улететь на заработки по программам частных агентств При необходимости получить консультации и медицинскую помощь Заработать и мир посмотреть Звучит недурно Конкурент Мальдивам Узбекистанцы полетят в Танзанию 21 регулярный авиарейс в неделю Это по 3 в день Причем направление абсолютно новое Ожидается, что оно послушает обмену туристами Узбекистан будет привлекать танзанийцев паломническим туризмом И древними городами Узбекистанцев же ждут хороший климат Горы Кельманджара, саванны, экзотические товары И остров Занзибар С белоснежными пляжами и прозрачными водами Индийского океана По данным агентства статистики С января по сентябрь с туристическими целями В Казахстане выехало 4,5 миллиона узбекистанцев Среди главных направлений ближайшие Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан Следом идут Россия, Турция, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты Узбекистан стал страной-партнером BRICS Шавкат Мерзиёев слетал в Казань на масштабный форум объединения В котором сейчас состоят Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также Египет, Эфиопия, Иран и Арабские Эмираты Делегация Узбекистана участвовала в формате BRICS+, там список стран выдался очень весомым Президент в своей речи заявил, что мир сегодня стремительно идет к расколу Необходимо формирование новой архитектуры более справедливого мирового порядка Реформы мировых институтов управления Что-то самой BRICS, страна намерена развивать связи с организацией В первую очередь экономическое и технологическое сотрудничество Для этого Шавкат Мерзиёев предложил рассмотреть возможность подключения к деловому совету BRICS Всех заинтересованных стран Также глава государства выступил за скорейшее решение израильско-палестинского конфликта Но и призвал международное сообщество не обходить страной проблему Афганистана Вернулся из Казани президент с наградой Глава Татарстана Рустам Мениханов наградил Шавкат Мерзиёева орденом Дуслык Дружбы За вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном Укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Не обошлось и без трагичных случаев В Турции произошел теракт Прямо в момент, когда президент Эрдоган был в Казани на саммите BRICS 23 октября двое террористов, женщины и мужчины Ворвались в штаб-квартиру турецкой аэрокосмической компании в Анкаре С оружием и взрывчаткой Пять человек погибли, 22 пострадали Напавшие ликвидированы Турецкая сторона обвинила в теракте рабочую партию Курдистана Эрдоган заявил, что Турция продолжит борьбу с терроризмом на всех уровнях В аэропортах страны усилены меры безопасности Особенно в Анкаре и Стамбуле Тщательные меры досмотра требуют больше времени Пассажирам следует заранее приезжать в аэропорты Генконсульство Узбекистана в Турции обратилось к соотечественникам С просьбой соблюдать осторожность Соблюдать меры безопасности И правила, ввезенные турецкими правоохранителями При обнаружении подозрительных предметов и людей Следует сразу обращаться в правоохранительные органы Эти правила на самом деле актуальны не только в Турции И не только после теракта Соблюдайте бдительность Генпрокуратура займется грязным воздухом Ведомство заявило, что в плохой экологии Виноваты не только природные факторы Но и хаотичное строительство Вырубка деревьев Выбросы от промышленности И транспорта С сентября генпрокуратура начала проводить рейды По всей стране Под особым надзором предприятия первой и второй категории Которые оказывают сильное воздействие на окружающую среду Но пренебрегают установкой пыли газоочистительного оборудования Нарушения в Ташкенте и Ташкентской области будут взяты на особый контроль Рейдом содействуют Минздрав, Минокологии, МВД и МЧС Узгидромет и инспекция по надзору в строительной сфере Генпрокуратура обещает строгие и бескомпромиссные меры Остается надеяться, что правоохранители также решат вопрос с теплицами Которые вокруг столицы жгут по ночам не пойми что Талибы планируют расширить добычу нефти из бассейна Амударьи По данным издания Tolo News, Афганистан сейчас обеспечивает себя нефтью лишь на 10% Остальное приходится экспортировать, что ненадежно и неудобно Для решения проблемы талибы планируют пробурить 25 новых скважин возле Амударьи Физической границы с Таджикистаном и Узбекистаном Создать скважины и закупить оборудование талибам помогут иностранные инвесторы По крайней мере на это рассчитывают сами власти Исламского Эмирата Учитывая сильный интерес Узбекистана к различным проектам с Афганистаном Быть может официальный Ташкент подключится к добыче нефти На сегодня все Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии Будьте в курсе всех событий на ново24 Субтитры создавал DimaTorzok